Я приветствую вас на нашем канале Стройдом своими руками. В этом выпуске мы будем заниматься умной подсветкой лестницы. В это время Женя будет заниматься дальше проклеиванием или намазыванием, как мы теперь с вами решили, жидких обоев на стены в гостиной. И все это мы сейчас будем делать активно, потому что хочется к лету уже пойти заниматься гаражами, бассейнами, банями и так далее. Уже хочется выйти на улицу. Весь тот год я провел в домашних работах и почти солнышко-то и не видел. В этом году очень хочется поработать на улке. Разложил уже светодиодку, прификсировал ее. Вот так это выглядит. Это я сделал пока просто примерить, посмотреть, как это будет лежать. Обои силк-пластыр, которые мы используем на стенах, Женя не стала мазать до конца, чтобы мы здесь сделали потом красивую отбортовку. Это вы все увидите. Сейчас я вам покажу ступени, какие получились. Мы их покрасили уже раз на 500, но я так понимаю, что все-таки будем еще красить. Итак, друзья, ступени были загрунтованы. Потом я их покрасил несколько раз краской, которую мы определили. И, кстати, мы угадали с цветом, потому что вот именно темно-серый смотрится, ну, как нельзя лучше для этих ступеней и для нашего интерьера в целом. Как один из зрителей написал, говорит, у тебя все шиворот на выворот. Действительно, в какой-то степени так и получается, когда строишь дом сам. Перилы стоят давно. Я их поставил еще года 4 назад, просто потому что дети были маленькие. Сыну было там 5 лет, и он мог упасть. И для этого перила я уже установил стационарно. Решив, что потом, если буду керамогранитом отделывать, я очень легко их обойду. Но и фанерой, кстати, обойти их не так уж и тяжело. Вы сегодня это увидите. В моем случае, короче, я сделал так и... Ну, сделал и сделал. Сделал и сделал, друзья. Вы так не делайте. Коли уж мы тему лестниц затронули, я еще хочу пару слов сказать о лестницах Вихрь. Мне почему-то прилетело в последнем комментарии, что они жидкие, что фирма непотребна и так далее. Уважаемые диванные эксперты, вы, прежде чем писать такое, вы попробуйте ими попользоваться. Сейчас вы увидите, для чего я несу трансформер в дом, а именно я буду использовать его как пандус. Но важный момент, который стоит учесть, мой вес, он где-то уже граничит с максимальными нагрузками этой туры. Сейчас мы все посмотрим и все выясним. На самом деле, монтаж этой системы, он максимально простой, потому что ребята на предприятии уже пропаяли все концы, уже их промаркировали, везде написано, где плюс, где минус, где какой номер провода и куда он соответствует. И на основной станции ETL прописаны также все эти цифры. То есть нужно просто вставить проводки и закрутить нехитрым движением малой отверткой. Две отвертки поставляются в комплекте с набором. Но есть один нюанс. Как вы помните, в прошлой серии, когда мы монтировали гипсокартон на боковые части лестницы, я заранее заложил всю проводку, потому что потом это сделать уже было бы неудобно. Из-за расположения диспетчера у меня получились провода не всей одной длины. Так вот, я их обрезал, укоротил, то есть немножечко добавил себе работы тем, что теперь многожильный провод нужно пропаять или обжать. Но так как он мелкоквадратурный, его обжать не получится. Поэтому я его просто сейчас пропаяю. И для того, чтобы их качественно соединить, я использовал паяльник от уже полюбившейся вам компании ФНИРСи. Эти ребята присылали мне в свое время детектор ядерного излучения, помните? Потом они прислали портативный поисковик электропроводки в стенах. И этой штукой я пользуюсь постоянно. Кроме, конечно же, детектора ядерного излучения. Эта штука, надеюсь, не пригодится в нашей стране. Но, надо сказать, что им я проверил все в доме, включая даже наши жидкие обои новые. Были вопросы о токсичности и так далее, я решил проверить. Все эти видео есть на канале, кому интересно. Так вот, чем мне понравился паяльник? Нагревается буквально за пару секунд. Имеет интерактивную шкалу настроек. Режим ожидания. Защита от дурака. Плюс комплектом я взял все возможные насадки. Теперь я могу паять от микросхем в телефоне до серьезных таких многоквадратурных проводов. Не нужно ждать, пока он остынет. Закрыл его колпачком, положил его в коробку и больше тебе не мешает, никак он там остывает сам. Как я уже сказал, провод Type-C, простая зарядка у него. Имеет тактильные держатели для пальцев. В общем, конечно же, не сравнить ни с одним паяльником, который я до этого держал в руках. Рекомендую данный девайс к приобретению. Ссылка будет под видео, кому интересно. Сыну тоже уже не терпится увидеть в работе эту умную подсветку лестницы. Поэтому он попросил чем-то помочь мне. И я дал ему очень важное, серьезное задание. Почистить светодиодную ленту от защитного слоя. Ребята в компании перед транспортировкой полностью защищают оборудование от каких-то повреждений. То есть оно к вам приезжает в идеальном заводском качестве. Ну и, конечно же, внимательный зритель сейчас увидел, что Женя работает в зале. И давайте очень аккуратненько за ней проследим. А зная, что на канале у нее сформировался уже некий фан-клуб, я, конечно же, должен вам показать, чем она занимается. Всю красоту нашего дома придумывает и в данном случае воплощает именно она. Теневые швы на потолках начали просто играть определенными красками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надо сказать, что аппарат еще имеет такую опцию, как датчик света. Поэтому можно не волноваться за то, что днем ступеньки будут гореть бесполезно. Ночью дежурная подсветка двух ступеней работает, днем она отключается. Для датчиков движения идет проводкой витая пара. В простонародье называется IT-ITP кабель. Из провода мы берем всего лишь четыре жилы. Я решил, что оптимальнее будет взять именно полноцветные. Таким образом, мы не ошибемся, когда будем монтировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну а теперь коротко. О самой системе диспетчеризации. Я уже много об этом говорил в трех сериях, но сегодня хочу затронуть эту тему еще раз. Потому что, друзья, фишка данного устройства именно в этом. Вам не нужно крутить никакие крутилки, куда-то лазить в неудобные места. Настройка происходит очень просто. На самом диспетчере вы нажимаете на кнопку Wi-Fi, тем самым соединяетесь с Wi-Fi телефона, и уже в самом телефоне у вас выходит список настроек, начиная от времени розжига конкретной ступени, заканчивая общей настройкой световой гаммы. Также можно управлять скоростью подъема на лестничный марш, управлять размером каждой ступени для сработки датчика движения и так далее. Друзья, это настолько удобно настраиваемый девайс, что вы просто будете находиться в некотором восторге долгое время. Поэтому всем рекомендую, пробуйте, и вам точно понравится. Долго ломал голову над мыслью, чем же мне прижать ступени, которые я только что приклеил. Но у пчеловода в загашнике всегда имеется парочка бочков с вкуснейшим алтайским медом. Друзья, я сейчас его пока на ступеньки поставлю. До сезона у нас еще 3 месяца, а заказать его можно прямо сегодня. На сайте жарковский-мед.рф вас ждет мой медок. А пока этой бочкой, с вашего позволения, я придавлю ступеньку. Изначально решил, что ступени буду клеить на момент 100 кг на квадратный сантиметр. Вы знаете, что клей для клеевых пистолетов продается именно такими номиналами. 30, 40, 50, 60, 70, 100 кг на квадратный сантиметр. Так вот, я выбрал самый максимальный, но, к сожалению, протестив его, заранее приклеив пару дощечек, мне не очень понравилось качество. Поэтому я решил, что прямо через тело ступеньки прикручу их еще дополнительно, зашпатлюю и вновь нанесу закраску. Давайте будем считать, что то, что я сейчас сказал, это для хейтеров. По лестнице я вам все показал, но теперь, внимание, хочу вам показать зал. Друзья, посмотрите, какой шикардос Женя навела здесь. Давайте вы сами просто оцените и скажете, как это смотрится. Один вопрос, который я хотел вам задать, а вы мне, пожалуйста, на него дайте ответ в комментариях. Сделали вот такие отбивки и появилась мысль сэкономить неслабо финансовые средства нашей семьи. То есть оставшийся керамогранит от пола, а там нарезок получилось много, мы просто пустим по периметру нашего дома вместо плинтусов. Что вы скажете на это? По-моему, интересное решение. Мне кажется, будет здорово. Извиняюсь, что видос, скорее всего, оказался не таким обширным, как многие ожидали. Поверьте, мы стараемся делать для вас интересные сюжеты еженедельно, а это накладывает небольшой отпечаток на наш отдых. Мы просто не успеваем отдыхать. Поддержите, пожалуйста, лайком. Каким-нибудь полезным, интересным, приятным, а может быть и неприятным, нет, неприятным не надо, приятным комментарием. Ведь мы стараемся для вас наклеить на ступени, все прикручено. Теперь я хочу вам показать, как диспетчеризация работает в режиме реального времени. Для этого мы с вами очень аккуратненько перемещаемся с дня на вечер. Ну, я вот это все как раз сразу уберу. Вот так смотрится в вечернем освещении. И вот ступеньки сейчас гаснут. Сейчас протестируем. Так, кот, вперед. Кот. Вперед. Кот, иди, иди наверх. Иди наверх. Хоп. Не наверх. Женя, тогда ты. Евгения, тогда твой выход. Не торопясь. Эти ступени можно сделать быстрее. То есть интерактивность можно добавить. Ну, осталось, понятное дело, перила покрасить, добавить вот эти пружинки, которые я вам уже показывал. В общем, остались украшательства. Но вы это все увидите чуть позже. Мы обязательно вам покажем. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через неделю. Все, пока, пока.